друзья всем привет на канале деревенские будни с вами андрей сегодня мы с вами поговорим о том как выписать лес на дрова в лесничестве в общем на днях я был в лесничестве выписал лес на дрова то есть вот такой порядок какой сейчас расскажу какой порядок как это сделать ну по крайней мере вот у нас так в лесничестве в общем если у вас есть печное отопление или есть у вас например баня там дача там еще что-нибудь то можно в лесничестве выписать лес то есть это не деловой лес это лес на дрова а именно это ветрова это сухостой этого лежа и в общем все вот такое и вам могут этот лес выписать вы собираете небольшой большой пакет документов ну там справочку с администрации на 5 что у вас печное отопление баня есть еще такое что-то отапливается дровами вот и вам вы все эти документы собирать он там копии насчета вот это все мелочи и все это вы несете в лесничество пишите заявление о том чтобы вам дали лес и и потом вы заключаете договор нет перед тем как вы заключите договор вы идете с лесником на то место где вы увидели что там лежат елки пихта в общем деревья поваленные лесник это все фиксирует фиксирует на каком участке все повалено все это документирует и потом уже все это задокументированное вы уже заключаете договор с лесничеством ну может быть какие то есть нюансы может в каждом регионе может как-то по-своему ну в общем суть то все равно одна получается вы заключаете договор с лесничеством ну там надо заплатить определенную сумму денег по сравнению с теми годами в те годы мы меньше платили потому что мы уже заказывали лес не первый раз выписывали лес не первый раз уже за всю историю нашего жительства именно вот на этом месте а это именно за 17 лет мы выписывали три раза с первый раз мы выписывали в начале двухтысячных годов второй раз мы выписывали где-то года три назад тоже лес выписывали также и вот на днях я снова съездил и тоже выписал лес ну когда идешь по лесу гуляешь смотришь там елка там елка там сухостойность там еще что-то все ну как бы жалко пропадает поэтому думаю дайте мы заключим договор выпишем как бы официально все этот лес дровяной так сказать кавычках да и можно смело просто возить уже без разозрения совести конечно как и хорошо когда есть у вас какая-то техника вам допустим автомобиль грузовой там уазик бортовой там трактор у кого-то с телега это вообще замечательно может быть на крайний случай мотоблок ну как данном случае у нас то есть я на мотоблоке тоже какое-то количество леса тоже вывезу вот и там дается определенное количество кубометров именно с того участка где пометил лесник вот оттуда вы можете все это забрать какую древесину древесина именно хвойных пород то есть это ель и пихта в нашем случае так и все вот сегодня сделал первую ходку съездил там две-три елки где-то свалил сухостойных потом валежник насобирал там тоже пару елочек все некоторые бревна я прямо уже шкурил прям в лесу уже и сразу же чтобы здесь не шкурить не отнимать время уже просто готовые привез но то что не шкурил они уже пойдут на дрова подменившие поэтому и сухостой тоже кое-что можно выбрать для например для каких-то небольших построек эти же столбики допустим для забора там еще куда-то то есть тоже может все это выбрать потому что не все не весь сухостой обязательно гнилой же есть и нормальные елки нормально древесина который еще какое-то время может послужить есть также из ветровала тоже можно выбрать что-то там потому что мы ветровалась ветровалка что такое ветровал то деревья поваленная ветром вот поэтому там тоже есть хорошие древесины которые можно использовать для каких-то небольших построек допустим у вас на хозяйстве но если там его много там вообще можно много чего ну основном конечно в основном конечно это все идет на дрова то есть это дрова дрова еще раз дрова поэтому при нынче мы решили тоже выписать ветровал и спокойненько возить потому что вот иногда ходишь в лесах жалко под столько леса пропадает просто лежит потом бери не хочу но законы у нас такие ну понятно что законы несовершенные но тем не менее не люди тоже несовершенные но тем не менее вот такие вот дела поэтому друзья вот такие вот у нас сегодня происходит событие поэтому договор он дается на один год то есть с момента заключения до через год как бы ну в общем надо дается до того числа следующего года с которого ты заключил договор вот и в течение года ты можешь смело вывозить эту древесину поэтому даже если приедут проверят тебя ну у тебя есть официальный договор в данном случае у меня вот этот договор он всегда дома лежит ну конечно в лес надо ездишь его на по идее это с собой брать ну документ из документ жалко с собой его брать потом там что-то не помяться не порвалось не замочилась потому что даже придут проверить посмотреть что официально ты лес берешь не официально пожалуйста приезжайте смотрите вот у меня есть документ который подписан и в общем печати не заплачены все квитанции обоплатишь все есть ну что поговорю слухи ходишь что с 19 года это будет все бесплатно я не знаю насколько это правда но не знаю на каком месте рождаются эти слухи может быть это действительно так будет я как бы не изучал еще законодательство в этом плане по лесу поэтому пока не могу точно сказать возможно вы уже читали может быть вы уже знаете что это было бесплатно однако все равно даже если это бесплатно все равно придется собирать определенный пакет документов все равно придется заключать договор что лесничество тебе дает лес вообще придется документ собрать хочет это или не хочешь ну один плюс то что хорошо это уже бесплатно вот такие вот дела поэтому если у вас есть техника и это вообще замечательно что можете смело вывозить если у вас есть трактор там еще что-то вообще здорово конечно когда техники нет тут немного сложности возникают потому что ты если к примеру пошел напилил складировал их в лесу так и потом как где-то пошел нашел машину может быть в этот день на следующий неизвестно когда мы тоже надо заплатить это водителю опять же ты приходишь и может такое случится что там ата леса твоего уже нет дров таких нет которые ты там уже напилил ну люди из людей поэтому как люди у нас сделал что плохо лежит то вот такие вот ребята поэтому когда если уж нанимаешь машину то приходится сразу одновременно тут же с машиной тут же пилишь тут же грузишь и тут же выводишь вот ну что еще хочу сказать ну вот сегодня ездил на мотоблоке как раз прицеп так сказать протестировал под большим грузом ну груз он замечательно выдерживает даже еще мало вообще на сильно грузить на него в около тонны наверно смело прицеп выдержит без проблем но проблема заключается в другом проблема заключается в том что дороги у нас там не очень поэтому я там сегодня застрял короче кое-как и вытащил этот прицеп оттуда с бревнами пришлось а там по лесу едешь там корни торчат везде и вот на некоторых корнях в общем ну чё мотоблок мотоблоком как бы легкий прицеп тяжелый естественно мотоблок забуксовал у меня прицеп у меня там в колею попал пришлось это все часть бревен короче пришлось сгрузить потом выехать потом снова это опять все закидать в общем небольшие трудности но это ладно это все мелочи поэтому все ерунда конечно двигателю не хватает там еще лошадки 2 3 еще бы этот двигатель у нас он 9 лошадиных сил в принципе хорошо тащит без проблем но все равно бы хотелось бы немножко лошадей 12-15 бы хорошо было замечательно весу побольше еще вот такие вот дела ну что на прицепе кинрастил бортики и уже как бы вчера сделал бортики на прицепе уже как бы лучше бревна уже могут не раскатываться хотя бы не может и не раскатились но все равно на всякий случай пусть будет так так удобно и так лучше точно гарантированно что бревна никуда не расползется вот в принципе я доволен я доволен тем что как бы прицеп тащит хорошо сухую погоду смело можно ездить валить лес вот этот именно сухостойный там сухостой очень много вот у нас например весь много можно возить на дрова там мелкие крупные там разного калибра елки нападали вообще вот зачем я хотел сегодня друзья с вами поговорить поэтому если у вас печное отопление если у вас что-то баня есть еще что-то чем вы топите дрова вы можете смело сходить в лесничество и поговорить там как это можно сделать но как у нас я вам рассказал как у нас в принципе наверно всех так может быть какие-то может какие-то нюансы может еще есть тонкость в разных регионах но в принципе закон то он один тоже также пакет документов уже собирать определенно но это все быстро делается это не там не затягивается куда-то буквально у нас несколько дней я вот сходил в один день конечно сделал там собрал несколько там копий там туда-сюда сходил заявление написал потом на следующий день там мы с лесником сходили делянку то есть на участок этот который где видел елки я показал ему те вот эти вот елки вот эти вот эти вот эти вот эти он все это зафиксировал это все документально все зафиксировано и потом договоре там уже прилагается карта где этот участок то есть там часто под номерами но я не буду сейчас и детали говорить это это не обязательно но факт то что это делается не просто то есть если может быть это деловой лес там немножко сложнее да потому что там немножко другие условия получения делового леса а вот такой то ничего такого сложного в общем вот такие друзья новости сегодняшнего дня и думаю в течение лета если бог даст жизни здоровья и техника будет целая то еще навожу 3 бревен и дров в общем нормально дорогу только она немножко там подремонтировать там подсыпать кое-что потому что там таких колеи здоровенные водоблок то он нормально все проходит прицепом просто садится на ось некоторых местах поэтому там на немножко подсыпать а так все нормально принципе все ну все друзья на этом я заканчиваю большое такое видео потому было кому полезно можете оценить это плюсом или минусом вы можете поделиться в комментариях как у вас это делается как у вас в ваших регионах как если кто-то из вас это выписал поэтому ну все друзья всем пока беритесь берегите себя и своих близких и бог благословит вас до свидания